всем привет это фермеру мы находимся в татарстане в мамадырском районе в гостях у зариповых эдуарда и люци и люци и люци и правильно здравствуйте ребят приветствую люци рассказывайте чем вы тут занимаетесь мамадырском районе мы занимаемся молочным скотоводством разводим коров производим молоко выращиваем телят лошадей как бы занимаемся своим си с хозяйственным бизнесом и как положено в татарстане черно-пестрый скот у вас ну да ну еще есть и айшеры да самое главное любовь всей нашей жизни мы как бы считаем что лучше коровы нет на свете породы коров да нет на свете так как все показатели по молоку на оптимальный и жир и белок и все только у вальчеров сколько у вас сейчас голов 5050 голов до дойных корон и шлейф еще есть да общем поголовье 97 97 голов а семенение как происходит вручную искусственное семенение до семя свое берете или покупаете покупаем покупаете да а и широкой ширами а черно-пестрый друзья мои ну пойдемте наверное тогда смотреть что у вас тут устроено и поговорим друзья мои пойдемте тогда смотреть и вручать наших коровах и тут я вижу совсем даже не айшенки нас встречает кто это такие рассказывает это у нас швейцкая порода первых которые купили коров 3 коровы мы купили это были швейцкой породы от них вот дочки их не первое у коров вот это чисто кровная швейка мы крылья их айшерским быком купил я племенную швейцкий крылья еще да айшер вот шведская мамка и айшер бабка получилось вот такие коровы тут начал как только вот красный оттенок только а так это помесь и айшер и шведка дальше вот эти чистокровные айшерки у нас сколько лет вы вообще занимаетесь с тринадцатого года в тринадцатого года это первых коров вот швейцкий коров я купил вот 3 тринадцатом году вот это тоже чистокровно да тоже чистокровная шведка почему же они так ну это черный пёстрый уже пошли а почему они на привязи я думал они у вас гуляют нет они пасутся они пришли на дойку сейчас они подоились они уходят до строится молокопровод ночь и днем они у нас спасутся а сколько раз в день 2 2 2 дальше вот эти красно-белые это у нас айшеры тоже получается что коровы ночью и днем и во сколько ночью я думал помещение держите что мелкие не подарили ну нет нет мы их не закрываем вот у нас четыре утра начинается утренняя дойка и вечер 16 и сколько вы все свои 50 голов до эти таким образом полностью всю работу занимает два часа два часа до два часа днем утром до вечера плюс мой капляшу всю работу вот занимает двося это черный пёс это поместь уж тоже да это от айшера от 1 моего быка мы быка привезли все исключительно свои тёлки получать мы это да 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 от своих коробки все вот здесь присутствующие изначально мы их обезвраживаем сразу да 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 то что они у нас пасутся он пожалел на мой взгляд хвост нужен да так что ребята это можно кстати говоря очень просто определить животные находятся на привязи да 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 или на привязи да 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 почти наверняка не пасутся а если на привязи да тем более еще ходит какой-нибудь скребок да 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 для них этот у нас территория позволяет поэтому мы свободный выгол у нас а территория какая сколько у вас именно на выгол на выгол только у меня около 50 гектаров около да для вот на 50 коров 50 гектаров поля свои да 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 вот на сегодняшний день 100 гектаров под сено и 100 гектаров пассивные и вот 100 гектаров час а что все эти травы рожь пшеница нет до кукурузы еще не дошли вот зерновые культуры в этом году посеяли кормовой горох вот в этом году первый раз посеяли горох на сенаж сами закладываем все наш видел чтобы горох на сенаж силу силу слова именно такой кормовой бобовая культура нет этой шутки уже а сколько сколько получаете мало как а в среднем 20 литров там плюс минус 20 литров мы считаем это оптимально потому что больше это все равно это же урон для скотины тоже по 40 литров если корова дает она же быстро как бы исходит на него ну да большое вы имея не травмируют от ранги там же и они заходят нужно пройти до выголу прийти смену нас вот какие-то тел и какая там самая старшая самая старшая вот с рогами черно-белая 8 8 это первый челку я который купил мы ничего не продаем все быки на мясо эти уже тёлки наши они уже открыты нет это не ошибка это черно-пестра черно-пестра такая черные пестрые вижу молоко сейчас уже сдаем молокосборщик до этого мы до апреля месяца мы сами перерабатывали полностью полностью вот это молоко мы перерабатывали продавали мамадыш но мы пришли к выводу что у нас же как бы ручной труд был не было такого именно как бы цеха и пришли к выводу что мы должны вернуться в другом качестве уже с цехом или заводом своими временно временно приостановили вот в апреле месяце только мы производили творог сметану каймак сыр все что можно сделать молока я делала с молока и мы каждый день возили у нас там было пять мест мамадыш 5 точек куда мы развозили все ребята у этой девушки еще пятеро детей как вы умудрялись родить пятеро детей понятно как как вы умудрялись учи перерабатывать что-либо так вот таким животом эти ночью спят да я ночами работала да пока дети спят вот вот пока решила приостановить на 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 работать объем нужно и потом уже в другом качестве вернуться с сертифицированной продукции все чтобы чтобы одним разом раз вот и распределить по магазинам так мне кажется легче будет вот мы с эдуардом говорили пока ехали машине что 200 голов хотите да да вот вот именно вот поэтому сейчас в планах 200 до 200 до 20 чтобы на завод молоко низко мы себя видим и позиционируем только как переработчики молока вот сами переработчики не просто так вот произвел молоко и сдал нет мы себя видим только как производители молочной продукции именно чтобы наш город намадыш огромный казань везде молочной продукции везде ценится ну то спрос огромный да там первое место в россии по надоем молока по надоем да и вы еще плюс еще один производитель молока молока и молочки найдете место на рынке найдем ввиду не просто рынок есть место есть место да мне кажется мы найдем свою нишу именно в мадышском районе до прямо для начала да да мы найдем судойных планирует для начала а потом дальше больше уже наша продукция уже у всех на слуху вот мы запатентовали свой бренд до кузгунчинское молоко кузгунчинское молоко кузгунчинское молоко патенте мы запатентовали весь спектр продукции творог каймак там все йогурты все это я все я все делаю йогурты просто немножко не попали чуть-чуть месяцем раньше на продукцию что планируется по переработке по переработке планируется весь спектр молочной продукции пока без сыра потому что у нас в мадыша есть сыр завод свой ну то есть ряженка топленое молоко пастеризованное молоко кефир сметана все вот этот и спектр продукции а короб которых добавим это будет какие коровы айшир айширы да только это только айширы да потому что порода и качество молока нам нужно же соблюсти теперь качество молока не количество качества чтобы чем больше плотность тем больше выход продукта поэтому понятно как коров то уже решили где брать будет от кировской области очень много племзаводов который занимается именно айширским скотом мы вот из своих первых привезли с кировской области до своих айширов очень довольны ими вот это все поколение она вот от тех первых коров а какие-то льготы и субсидии от государства при покупке племенных животных будут да вот в этом году вышла субсидия она уже увеличена 50 тысяч на голову 50 тысяч за каждую голову на плем на плем скот ну то есть и сколько они там 120 наверно это очень хороший почему бы нет татарстан вообще очень помогает митсельхоз помогает вот именно сильно поддержку очень сильно идет вот например вот эту ферму мы построили по гранту начинающий фермер вот мы полностью все средства гранта опустили на стройку на только сколько пятнадцать миллионов получили нет 5 миллионов шагерма вошла семь семь с половиной до два с половиной своих маленькая длину то сколько вы здесь на 42 42 метра 50 голов ни туда ни сюда ни на робота надо же с чего-то начать классный классный старт и конечно вы понимаете мы же мы вот представители того что мы вот абсолютно с нуля мы вот снимут абсолютно с нуля начали свой бизнес да просто одна это ушло с тринадцатого года в данное количество лет ушло каждый год трактор там вот мы продаем молоко мясо продаем там что-то купили молоко мясо продаем столько лет мы ездили по рынкам город казани у нас там была . да и мы каждый там через день ездили мясо-молоко я услышал историю пока ехали в машине эдуард сказал про теленка лишь нет что с утра да нужно подоить мясо мясо порубить за бутылки молоко разлить и мы восемь часов стояли как штек на рынке мавлютого уже то есть это я только лет до прикинул что это как минимум четырех часов на ногах едуард сказал что правда с полчетвертого ну это да да вот так столько это сколько тринадцатого года получается 10 лет 10 лет до 10 лет вот в таком ритме мы работали и только вот чтобы вот приобрести мы переехали вообще с другого района вот сюда мамадыш мы переехали с лаишевского района чтобы поставить такую ферму мы поменяли полностью место локации да потому что в районе как бы там не держится только коров во первых там уже все как-то по городскому близко 70 метров отказания и там уже не развита вот это сельскохозяйство как здесь здесь вот вы видите все поля кругом искупили да и здесь все условия для бизнеса и чтобы вот вот развивать этот бизнес мы переехали мы там все продали перед перевезли детей тут еще кучу детей нарожали пока мы тут между переездами между до было дело до до воду ходила там и часть коров сюда перевезли вот доились они на старой ферме да и а я ездила в казань на рынок я там приеду здесь сыр сварю ну ты же рожала каждый год как ты ездила между делом я приеду здесь вот да там сварю сыр повезу в казань вот так вот в рассол положила увезла вот до того то такой степени было потом уже полностью мы с лаишевым дом продали это дом продали нормальные люди покупают квартиру нет он купил комбайн я грубо купишь ты квартиру да и часть часть денег мы в грант вот чтобы чтобы же в грантовать сложно до 10 процентов своих животных дом продали я осталась без квартиры я не жалею нет нет это фермерством быть это состояние души это любить свое дело мы очень свое дело любим но вы авантюристы ребята вот чтобы 10 лет 4 утра а еще мы готовы еще столько же давайте тогда по ферме чуть-чуть поговорим по устройству чем кормите почему сено они зеленка например сейчас тогда они ходят же эти они тёлки им не обязательно коров у нас зеленка летом зимой как бы сенаж коров бычков у нас они это храните где я в яме да 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 нет пленку там нет 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 я на самом деле видели в татарстане что практически и не то что практически мужчине видели чтобы там сенаж заготавливали пленку как это не надо нет нет у вас и на штук сенажной ямы или бурты вот удивительно вот но действительно вот ни разу не видели есть они но редко даже большие агрохолдинге они не закрывают но вот в эту в пленку не делают они буртом или или в ямах до сенажной яму них а парк техники какой в хозяйстве что у вас есть какие трактора комбайн я так понял зерноуборочные 2 мтз 82 и дт-75 и прицепной армаловались 5 то что делаете луги таскает лук на обороновании вот на стенах сам я никому не отдаю я сам надо я меня отец всю жизнь работал на гусеничном я уж с маленьких лет на гусеничном да и понятно так косилки косилки все есть да пресс грамм расшилки техника импортно нет российской вся техника российская да она покупала слова или бы уж есть был есть новое вот сейчас собираем документы на на мтз и корма раздачи корма раздачи корма смеситель да и все таки рацион пока не раздачи к нерва в этом году обошлись рулоны просто да 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 и до ручной раздавать и наш ковшиком заезжал у нас трактором получать а вот в этом году белыми этот раздавали вот в этом году вот сейчас планов документы собираем чтобы рабочим труд облегчить вот про работе работает на ферме у нас есть рабочий доярка у нас очень хорошая доярка скотник есть у нас это местные они у нас работать не первый год уже у нас очень дружно коллектив да хорошо работаем все вместе супер довольно да мне все как одна семья работаем ну и вы сами тоже здесь же он сутками пропадает его не загонишь я так я как родите как когда рождаются это мы сейчас их просто отправили по соседям а то они не дали нам разговаривать понятно так давайте значит посмотрим это был какой-то проект по ферме до вентиляции эдуард давай расскажем ром покажи пожалуйста саму ферму конек вот этот световой это какой-то проект вы его сами находили кто его строил где этот самый проект брали и так далее или это министерство нет нет проект мы уж вместе с строителями до разрабатывать рассказал свои параметры они по ему предложили вот так вот можно вот так вот они вместе сели и вместе вот сообразили вот это все ферма да ну то есть он по большому счету это не типовой проект получилось это индивидуальный проект да 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 что то там а в гранте было условие кстати говоря что нужно там за в течение там до двадцати четырех месяцев или двенадцати построить ферму срок освоения гранта есть два года два года двадцать четыре но мы вообще быстро по за три месяца три месяца мы построили сразу запустили зимой вот я их нашла в инстаграме до взяли нам забанили инстаграм и да это печаль нет а потому что но у многих людей бизнес в инстаграме тем более у наших у фермеров я очень много оборудования да 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 и оборудование торгует и частники продают то есть в инстаграме нашла позвонила они приехали мы тут же нашли общий язык с ними и все как бы через месяц у нас началась стройка за три месяца они нам отстроили они все сами все это под ключ под ключ да все все оборудование балкопровод как называется стойное место а как у вас навозно удаление устроена транспортер да 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 транспортер и вот там наклонная туда там тележка стоян тележка навозная мы вывозим там на свою территорию да и сразу землю складируем или сразу нет складируем лучше тогда сказать о том раз в год уж это более вывозим в поле папа это же удобрение понятно а какие что значит еще сейки сажаете поговорим зерновые культуры уж сколько 100 гектаров 100 гектаров 100 гектаров у меня пошли на лютерна там костерка и ну а в основном многолетний траву суданку какую-нибудь нет суданку не пробовали вот нет просто у вас видел достаточно много в татарстане да нет вот мы хотим попробовать да вот лядвинец хотим попробовать нам в кирове посоветовали для двинец еще никто не сажал в татарстане вроде мы хотим вот с осенью вот садить для двинец рогатых он тоже как семейство бобовых что ли да 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 вот именно для массы большая для для коров хорошо для сенажа именно хорошо сказали так значит кроме этой фермы я видел еще на здание полу разрушенные старые давайте про них изначально вот мы когда переезжали с другой в район и мы купили за полтора миллиона вот эти два ферма получается одно видом плюшечники обычные бетонные да там одна ферма там стоило место для коров вот изначально мы там доились и склад тоже большой в той ферме все ручной труда быки над корме стоит пока вода как бы этот ведрами таскает все этот ручной труд мы там еще полтора года работали еще скажите сами тогда мы сами работали а потом чтобы рабочим было удобно работать чтобы вы же понимаете что сельском хозяйстве не все хотят работать все равно это текучесть это что текучесть просто в деревнях как там сейчас отвыкли что ли от работы вот сейчас нам просто повезло с коллективом да у нас коллектив очень хороший но эти есть фермер который страдает без рабочих я сижу считаю вот везде участвую на форумах это очень такая проблема в россии в татарстане что тяжело найти именно в сельскохозяйство работников потому что кому хочется там у конец да и хоть и мы стараемся чтобы и вентиляция была и все и все и все чтобы даже унитаз поставить да мы поэтому мы поеда душевой мы сделали все чтобы люди чтобы отдыхали рабочие же тоже человек он тоже должен согласен конечно у нас ночной охранник есть зимой да когда у нас постоянно вот когда они остаются здесь коровы на себя чистые все это убирается все ночной охранник у нас так включается у нас окна двери у нас закрыты зимой чтобы пар у нас у нас а пар вообще не заходит мы включаем по бокам сдувает и выдувается сразу окна открывается нет нет там окошки до ложки на есть они автоматом открываются автоматически вот этот нет мы сами включаем когда это включаем эти окошки они сами это да 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 . показать он вот эти вот и кошечки они сейчас не откроется потому что двери открыты не надо значит нам никаких разгонных вентиляторов достаточно что вот эти вот открываются да 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 это очень хорошо зимой когда же трактор заезжает тут же туман вот включается сразу мгновенно никакого тумана вода него две минуты уже этот туман рассеивать никакой влажности ничего все хорошо хорошо очень хороший воздух для коров пода сейчас просто да лето открыли мы сейчас выпустим их да мы сейчас не содержатся нет 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 сейчас мы выпустим да пойдемте значит смотри дальше что еще у нас может быть какие-то хитрости по этому коровнику которые могут пригодиться вашим последователям но мы всем конечно советуем изначально ставить молокопровод это очень такая вещь да 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 и молокопровод да чтобы не бегать с этими бетончиками да с этими отдельными аппаратами это очень удобно промывка тоже автоматически все удобно хорошо да да конечно это граница а там кстати говорю вот пусть пусть летает да пусть летает до пыжики да 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 вот всем советуем конечно молокопровод ставить да это хорошо что еще можно посоветовать что у нас поинка это паилка уровневые паилки всегда вода у нас ну принцип принципы друзья мои этого самого бачка сливного и подается по его что у нас вот такие да да они плащили а этот отечественные тоже все отечественное да ижеское производство а то есть они вообще все да 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 а маты вот которые у вас тут стоят давай тоже смотрим сша туда да 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 ижевс молодец сколько они у вас эти маты лежат получается так году мы поставили до 20 поставил два года супер супер так а здесь все равно кто-то же ходит убирать навоз да 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 у нас рабочие ходят то есть мы сейчас вот на самом деле уже вечер мы просто ради съемок дали дать ожидать ждет давайте так в шесть часов обычные на час позже у нас и тогда с 4 до 4 до 44 до на и 4 вечера А как сюда люди в 4 утра? Вы их привозите? Это они сами, они рядом тут. Да, даярка прям за огородом у нас. Кому 300, кому 200 метров. Да, да, они сами все приходят, да, рядом очень. Получается, каждую корову отдельно отпускает? Тихо, 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 тихо. Можно и так, я не знаю, почему они так делают. Он вот сам делает, сам делает уколы, сам обезвраживает телят, все сам делает. Эдик, друзья мои, оказалось, что... Эдик, не Эдуард, а именно Эдик. И дети по паспорту Эдиковны, да? Вот оно как, а я все Эдуард и Эдуард. А ноги так путают. Оказывается, Эдик, тихо. Вот, ребята, все эти коровы на ночь пошли гулять. Да, на ночь гуляют они. Погода хорошая. Даже когда дождь идет, там есть здание, поэтому они туда заходят. То есть на выгуле, да? Да, на выгуле, да, чтобы они не были под дождем. Но отсюда-то они сами придут, то есть... Они придут, да, это прямо рядом. До площадки знают, да? Да, да, знают, да. Но у них какая-то тропа огороженная, чтобы они не ушли там на соседские поля, там я не знаю. Там огорожена вот та территория, где они сейчас находятся ночью, огорожена электропастухом. Поэтому они даже, если веревочкой только делаем, они не уходят. Они уже привыкают. Идя, идя, идя. Так, про ярмарки. Да, про ярмарки, да. Там летний период, сейчас вот ярмарки не проходят в городах. Почему? Жарко, жарко. В агропарке, да, там продают, кто рядом. А именно вот такие ярмарки, уличные, как мы ездим каждую неделю, они начинаются у нас, сентябрь-октябрь начинается, и все, мы каждую неделю... Ну, до весны? До весны, да, мы каждую неделю там, да. У нас тоже там своя клиентура собирается, мы ездим. И вот наши лаборатории, все ветеринарные службы у нас, все происходит. Ветеринары приезжают, ветеринары, и обработку делают, обработку копыт. Вот недавно только был, часть сделали, часть еще осталась, станок увезли. Эдик, расскажи, пожалуйста, почему этих-то мы не выпустили? Эти у меня стильные телки, не теля. Я просто боюсь, что коровы их этот... Не идут или? Да. Да, ну, чтобы не забодали, чтобы выкидышей не было, я их отдельно держу. Да, у них отдельное место. Они отдельно гуляют? Да, да, да. Просто на ночь, может, там их тоже не оставляем. А тут было много случаев, они там под конец беременности своей, там... Да, коровы подняты, старая корова. Поэтому мы бережем. Они выкидыши, потом мертвые телята рождаются. Это понятно. Сейчас скот очень дорогой, не найдешь. Это точно, это точно. Очень дорогой, поэтому бережем, как зеницок их. Так. Там у них уже у некоторых срок подходит. Да, да, да. У кого два месяца, у кого два месяца. Остается. Вот та маленькая, красно-белая, наверное, да, любопытная? Да, вообще. Какая красно-белая? Какая Настя понравилась? Ну, какая-то одна из них, и вот почитать ее. Да, да, айшерка это. Айшерка, да. Нет, они же очень красивые, айшеры. Да, конечно, красивые. Они такие красивые. И молоко. Любой-то очень вкусный. Вкусный у них молоко сладкое. Очень сладкое молоко. Сколько наших клиентов? Он говорит, у вас такое вкусное молоко. А клиенты-то кто в основном? Это, ну, понятно, что частные лица какие-то, да? Вот жители городов получается, да? Да, жители городов, да, да. Они приезжают в этом. Ну, а сами сюда не приезжают? Сюда приходят местные, и вот кто приезжает на выходные, вот они сюда приходят за молоком. А сыровары, может быть, да? Да, сыровары здесь далеко для сыровар. Когда мы жили там, в Лаишево, да, сыровары, там у нас разбирали молоко. Там, поближе к Казани, синилось очень молоко. А здесь вот только в таком формате. Да, и вот мы сами выезжаем. Каждую неделю ярмарку у нас. Ярмарка в агропарке? Там открытые ярмарки, под навесом, да? Да, да, бесплатные места, да. Нам сельхозуправно, ну, получать министерство, возвращает за бензин даже. Да. Мы ездим, да, нам возвращают. Партические вещи нам тут рассказывают. Да, мы получаем за бензин, мы выезжаем, пожалуйста, получаем за бензин. Нас там бесплатно кормят даже, там есть на каждом ряду, где мы продаем блинчики, делаем там кашу. Что значит бесплатно? Ну, любой человек может подойти и там покушать, вот на ярмарке, да, вот даже хоть ты продавец, хоть ты покупатель, подходишь к тебе и чаем находит, и на кормишь. А зачем счет банкет? Это я уж не знаю. За чей счет банкет? Это я не знаю. Серьезно, да? Серьезно, да? Да, вот приедьте, вот воскресный, субботний ярмарк, агропарк, да, зимой, начинается октябрь, да, сентябрь, октябрь, вот и до весны получается. Зайдите на любой ряд, и вы увидите, что там вас накормят, напоят, блинчики сделают, с печи, там даже печки стоят такие, как деревенские. Да, вот у нас Татарстан, так, Татарстань, да? Анастасия у нас не зря в красно-зеленом цвете флаг Татарстана, да, уже патриот, по-моему, Анастасия стала Татарстана, да? Нет, а поддержка от министерства вообще огромная, вот я же говорю, столько много бесплатных ресурсов для учебы, для таких вот молодых, кто хочет учиться. Да, про учебу, кстати говоря, по образованию, кто вы? Он закончил соседний лицей, сельсхозяйственной лицей, да, я бухгалтер-экономист в сельсхозяйственной отрасли, но я когда учился, я никогда не думала, что я окажусь в этом, конечно, сейчас вот я поступила в институт тоже, да, в оперативный. А ты на кого учился? На всего. У меня на бухгалтера диплом получил я, ну, права на машину, на трактор и пчеловод. Пчеловод, да. То есть вы не на обум это все строили, насколько я помню? Нет, 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 мы целенаправленно идем все это, да. Просто, ну, продать квартиру, чтобы построить, и чтобы, вернее, купить комбайн, это, вот, кажется, вроде такой достаточно необдуманный шаг. Но он экономически просчитан. Да, комбайн сейчас нужнее, по крайней мере, чем квартира. А где вы сейчас живете? В деревне дом, его родительский дом. Родительский дом. Да, он сейчас его переделал, сейчас мы там печку разбираем. Пока вот, да, так. Дом-то лучше, чем этот коровник? Новее, современнее? Я всегда говорила, знаете, твои коровы живут лучше, чем я. Я бы всегда это говорила. Это так и есть всегда. Твои коровы лучше живут. Это так и есть всегда. Это супер, это супер, это супер. Как, друзья мои, рассказываете про ваше оборудование, что у нас здесь? Чье оборудование? Опять мне скажете из этого самого? Да, из Жевской тоже. Из Жевской, да. Не только автомат Калашникова в Жевской делают, оказывается, да? Да, но они нам полностью под ключ поставили. Все поставили, все оборудование Жевское, да? Вот это все Жевское. Да, вот это все Жевское. Я так удачно нашла их в Инстаграме. Супер. Так, ну и давайте поговорим. Я вижу, он ломается. Растут отвертка, растут кружина для кужа. Это у нас фильтр для молока. Фильтр, да? Вот это, да. Фильтр, да? А, не пыш, не пружина там, да? Нет, это от фильтра просто. Да, это у меня. Такие фильтры. На фильтр одевается и этот. А фильтры, кстати, чьи? Это Жевская. Вот, уже оттуда, наверное. Короче, весь Жевская нам должен денег. Просто мы их ставим на счетчик. Мы просто три дня назад там были и закупились опять в этой же. Ну, давайте, там-то небольшой. Сколько здесь? Полторы. Полторы тонны, да? Температуру бежит. Где нам будет управление с обратной. Да, вот охлаждается, да, пожалуйста. Молоко охлаждается, да, мгновенно сразу охлаждается. 16,5, да, сейчас после дойки? Да. Промывка, все это есть автоматически. Я видел классные сейчас эти с ледогенератором, которые моментально через мельвик охлаждают молоко там до 4 градусов. Такую штуку. Ну, это когда вот 200 будет, да, пока оно такой объем и такой идет. Так, и молоко куда продается? Молоко продается на завод, на молзавод. Ихни же машина приезжает. Сама машина. Да, ихния машина. Мы никуда не будем. Нам не надо, нет. Они сами приезжают, мы вот через насос выкачиваем машину. Да, молочным насосом в машину. А деньги сколько, сколько молоко по кой цене принимают? 32,50 на сегодняшний день. 32,50? 32,50. Друзья мои, я не знаю, какое сегодня число, по-моему, 10 июля. 10 июля, да, 22-й год. 22-й год, вот такие у нас цены на молоко. 32,50 у нас молоко. 32,50, да? Да, 32,50. Фантастика. Да. И, ну, блин, вопрос закрыт, что называется. А сколько себе остается? Я вопрос как экономист экономисту. Сколько остается прибыли с литром молока? С литром молока? Кто же вы считал, что оно не стимает все-то пока. Да ладно, ладно. Нет, ну как же, вы же экономисты оба. Сколько прибыли получается? 7 рублей, 10 рублей? Нет, если, с учетом того, что корма своя, техника своя, вот единственное в этом году зерно дорогое, потому что в Татарстане была засуха. В прошлом году? Да, в прошлом году. И у нас очень дорогая вышла пассивная. Да, по зерну, да. То есть по закупке зерна на пассивную, да? Да, поэтому и идет у нас, мы каждый месяц очень много поев скупаем. Увеличение поголовья требует увеличение площадей. Поэтому у нас все деньги туда уходят, поэтому... Нет, я не спрашиваю, но деньги есть, прибыль есть. Прибыль есть, прибыль есть, прибыль есть, но мы ему сразу в дело. Да, то есть, ну не в карман, не в машину, не в дом, не в квартиру. Да, ну и зачем она в городе квартира? Нет, вот она хочет ДТ, новой. А, ДТ, ну это любовь, я понял. Любовь всей его жизни вторая. Это даже не я. А корова. А некая ДТ, да? Некая ДТ. 45 еще, черт его знает. То ли возраст, то ли год рождения, да? Отлично. Давайте тогда поговорим про молочное оборудование. Роман, покажи нам, пожалуйста. Как у нас здесь все происходит? Через что сливаете? Это у нас колба, молоко. Молоко в первую очередь сюда поступает. Поступает вот по этому проводу. Да, молоко вот по этим проводам сюда. Потом вот через насос сюда шланг подсоединяется. И насос перегоняет туда. А это колба что такое? Это не фильтр. Это в случае, если... Переполниться? Он же автоматом, он не постоянно работает. Он включается, выключается. То есть, когда наполнится колба? Да, он наполовину, вот, наполовину наполняется и этот включает. Срабатывает клапан, да. В случае, если насос не включается, тут поплавок есть. Молоко, когда наполняется, сюда же по уровню заходит молоко, поплавок поднимается и закрывает доступ воздуха. Дальше молоко сюда не идет. И, ну, молоко в воздухопровод не попадает. Да, перекрывается. Так, и как часто такое происходит с отечественным ижевским оборудованием? Пока вот не было. Не было, да? Вот два года уже работаем. Поломки никакой не было. Никакой поломки. Пока поломки не было. Все хорошо прямо у нас. Так, что здесь у нас? Промывки автомат. Где кислота для промывки? Есть кислота. Есть кислота здесь. Сойдем, ладно, давайте про стаканы. Так, резина чья, стаканы чьи, импортные? Так, нет, эти я импортные покупаю. Да, мылости. Мылости, это турецкие, да. Турецкая производительность. Мы заказывали с сайта, да, и нам по почте прислали. Это турецкие заказывали. По почте? По почте даже, да. Вот они современные фермеры, через инстаграм, через это самое. Когда еще коров мало было, я у них аппарат покупал. Ну, вот эти маленькие аппараты. Вот я привык к их, работаю вот с ихними. Так, как же промывается ваша система? Вот там. Система, мы вот в эту ванну воду горячую набираем, и их этот аппарат туда опускаем, и вода пошла по кругу. Прогоняем? Да. Вода сюда приходит, и мы... Слив канализацию, да? Да, канализацию. А где тут слив канализацию? Вот канализацию. Подключаете, да? Или прямо сюда? Прямо сюда, на полу, красавица. Оно под уровнем, да? Мы здесь сейчас натоптали, но вообще, до того, как мы сюда пришли, здесь было очень чисто. Вот, так. У нас очень хорошие рабочие. Да, да, да. Очень хорошие работники, добросовестные. Что у нас здесь за разводочка такая, куда столько много воды уходит? От бойлера. От бойлера у нас сюда на мойку только, а дальше в ту сторону туалет. И душевая. Да. И душевая. Да. Где же у вашей щелочи кислота, которой надо промывать? Так. Так вот. Щелочь. Вот это кислота у нас. Да, мы промываем. Вот она. Все тут есть. Все тут есть. Все как положено. Вот с этой стороны. Да. Немного реклама фермеру. Так. Здесь у нас что? Что это у нас за большая красная лампа? Эээ, красная кнопка. Это молочный насос. Для перекачки. Для перекачки молока. Молоковоз. То есть, вы сюда подцепляете шланг через насос? Да. Да, вот насос сюда перетаскиваем и этот. Молоковоз прямо вот сюда подъезжает. Молоковоз прямо по первому заезжает. Да, заезжает молоковоз. Да, заезжает молоковоз. Очень удобно. Супер. Так. Молодцы, ребята. Классный молочный у вас. Спасибо. Молодцы. Просто. Просто и классно. И все это в проекте было. Да, все. Да, да. Все подключил. Вот прям подключил. Супер. Эдик, рассказывай, что у нас тут еще? Это у нас комната персонала. У нас тут рабочие также переодеваются, отдыхают. Чай пьют. Чай пьют. Вышевая кабина. Да, вышевая кабина. Вышевая кабина. Да, вышевая кабина. Телевизор, все есть. Телевизор выкинуть. Нечего смотреть, провести интернет. Первый рум 24 на 7. Ночному охраннику поставили уже. Плита стоит у нас. Ну, если они захотели что-то приготовить, условия есть. Ну, душ, ладно, работает? Душа работает. Давай сейчас проверим. Как у нас это называется? Эй, рум тур. Верхний, наверное, верхний. Нет, нет, на себя надо. Ах, работает. Это я не знаю, как. Все работает, шикарно. Нет, мне интересно, понимаешь, ребята, ну, редко встретишь такие классные на небольших фермах, реально, редко встретишь работающий туалет тут у вас есть. Да, да. И просто дырка. Нет. Это изначально было в проекте. Эльдик сразу сказал, туалет, чтоб был. Свет включи этик. Свет включи. Воду сейчас. Вода идет. Надо немножко починить, ладно. Все есть, все работает, ребята. Это не показуха. Там даже вытяжка работает, когда заходишь автоматически на сразу. Шикарно. Друзья, у тебя запаха никакого нет? Да, да. Сейчас коровы вышли еще, да? Нет, и зимой не сильно запах, потому что мы постоянно включаем, постоянно вентиляция работает. Друзья мои, вот здесь у нас, Роман сейчас нам покажет, это старые советские коровники, которые вы выкупили, да? Да, да, да. Мы сейчас... Там, типа, сейчас склады для техники и подсобное помещение, пресс-подборщик. Да, да, как склад только. Пасти коров или зачем, лошади? Нет. Или вообще просто так, что? Просто, просто. Просто? Да. Как кошка домашняя. Да. Ну, только лошадь. И только с десяток, по-моему, а то и полтора. Вот. Лошадей сколько? Двенадцать. Ну, вот я и говорю. То есть, двенадцать домашних кошек. Ну, это не башкирская, скорее, порода уж. Угу. Ну, вот они сюда двинулись. Я люблю лошадей, и вот у меня в семье я ни разу не давал эту тканину кушать. Ага. Я сомнеем к нему. Вот так вот. То есть, под нож вот у себя на участке я еще никого не пускал. Понятно. Ну, я и говорю, как кошки. Да. Как кошки. Вот они, красотки. Так. И они-то где-то пасутся? Нет, они здесь. Или здесь находятся, да? Да, здесь вот. Вот в таком виде достались помещения. Эдик, вы их сносить будете? Нет, мы их, этот, реконструкцировать будем. Реконструировать, да? Да, да, да. А что, кого держать будете? Под бычков. Под бычков, да? Угу. Ну, здесь работа-то ого-го. Сколько по реконструкции? А там что за дом стоит на задках? Там... Это ваш территорий? Да, деревянный сарай. Угу. До нас тут овсы были. Там эти... Ну, овчарня, значит. Да, да, да. Да, да, да. Эдик, расскажи, пожалуйста, куда мы сейчас пришли. Советский клюшечник это стоит. Это у нас тот сарай, который мы купили. Старый. С колхоза уж это осталось. Потом, после развала колхоза, один фермер купил его. И после этого он продал нам. Ага. Так, и что у нас сейчас здесь находится? У нас телята этого года, молотняк, тёлочки, бычки. Ну, обычно мы бычков на привязь ставим. Угу. А тёлки у нас так этот гуляют уж. То есть это для себя, всё для расширения, да? Да, 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 всё для себя. Угу. Это ремонтный молотняк. Угу. Ещё хочу сказать, что... Поближе тогда, потому что микрофон... Ещё хочу сказать, что тёлка, он до последнего поет молоком. Эдик, да? Я хотя ругаюсь на это, что молоко, но это же деньги, да? Это... Нет, тёлки там чуть ли не до трёх месяцев должны у него пить молоко. Нет, тёлки пьют четыре месяца, а бычки три месяца пьют молоко. Угу. Вот. Вот. Вот за ЦМ и я отказался. Не знаю. Да, мы не используем. Я пробовал за ЦМом кормить, заменить. Ну, не нравится мне. Так как айшеры, так вот чистокровные айшеры, поэтому всё молоко. Выращиваем только на молоке. На молоке, да. Честно на молоке. Честно на молоке. И они тут все подряд вот айширская, и там черно-пёстрая. И тут, и тут тоже, наверное, айширская, да? Это папа айшер, а мать швитка или швитка, или швитка, или чёрная. Да, 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 вроде вот рыжая на виду. Кров отца больше берёт всё равно. Да. Ну, давайте пройдём, посмотрим, здесь помоложе чуть-чуть. Да, тут разного возраста. Всё с той стороны есть там. Одна группа тоже отделённая. Именно про это помещение вы говорили, что кормили... Нет, это же сарай, но чуть дальше. Продвижение, да, там уже большую. Ну тут тоже ручной труд. Ручной труд в основном, да, ручной труд. Чтобы здесь довести до ума, мне тоже кажется, нужно целых, целых 5 миллионов сюда вложить. Поэтому пока вот мы так оставили. Пока так оставили. Пока так, понятно. На, это вся айшера, да, посмотрите. Да, кстати, мы всё... У нас в Татарстане существует система учёта Ревагра, да, у нас все бирочки, всё-всё-всё. Мы заказываем бирочки с минсельхоза, у нас вводим специальную систему каждое животное. Каждое животное у нас стоит на учёте. Айшеры, да, посмотрите. Вот. А с этой стороны тут вот... Так, это уже, да, это кормораздатчик. Это кормораздатчик. Будущий кормораздатчик стоит. Это стоит будущий кормораздатчик, да. Больших, 12-12, да. А сколько оскармливаете? 18, больше месяцев? Ну, кого как уж. Вот им на сегодняшний день вот этим 13-14 месяцев. 13-14 месяцев. Убираем всё муниждие. Да, да, здесь всё. Да, да, здесь всё. Да, да, здесь всё. Никак или и проехать, и как, да. Трактором заезда нет, потому что, посмотрите, вот здесь всё нужно, да. Если ту сторону мы разобрали, и заново собрали, эту сторону мы никак не можем пока, потому что тут баня стоит. Изначально, да, баня там стоит. Но самое вкусное мясо у бычков, это знаете, какая порода? Айшир. Айширы. Они уже знают, это айшир, да, это мясо, вот когда я привожу на полях. Они знают, уже узнают, что это айширское мясо. Различают. А на племя может продавать бучков дороже же будет, чем мясо? Да, да. Есть спрос? Нет. Спрос есть, но у нас Эдик не дают, как бы на племя. Он лучше продаст мясом, чем кому-то так вот продаст. Ну, конечно, дороже будет. Дороже, да, но у нас есть, у татар такое поверье, кулки-то, ну, так, по-русскому, не то что, как перевести это? По-русскому это вот переводит, рука уходит, получается, если вот у татар есть такое поверье. Даже есть люди, которые не продают молоко со своего двора, говорят то, что кулки-то просто. Ну, это как бы удача, что ли, отворачивается от двора, или как бы, типа такого, типа вот такого смысла, да. Поэтому он так же, он не дает на племя. Ни одного быка он своего айшира не продал. Он лучше его зарежет, но никому не отрастет. Да? Кулки-то, да? Вот так вот, друзья мои. Здесь все очень непросто. Это татарстан. Друзья мои, тут у нас, оказывается, пикник образовался на природе. Что это у нас за продукция? Кто ее производит? Так, наверное... Да, Катя, тогда поближе ко мне, пожалуйста. С ягодками, да? Так. Здравствуйте. Так, у нас сейчас образовался пикничок. Мы будем кушать ягоду органическую. Мы единственные в татарстане, кто получил зеленый листик. То есть вы к этому хозяйству отношения имеете? Другое предприятие? Просто друзья, да? Да. Да, посиди. Так. Вот, мы выращиваем ягоду. Сейчас мы будем кушать... Объем какой? Объем мы сейчас чуть уменьшили, потому что мы решили и выращивать малину, ежевику, чернику, голубику. И также у нас питомник уже саженцев. Поэтому мы немножко расширились. И у нас где-то 3-4 гектара клубники, 2-3 малины, смородины где-то тоже 2. И вот так вот... Ну, в районе 10 получается, да? Супер. Так. И... Нужно пробовать ягоды... А, да, у нас сертификат. Да, про зеленый листик, да? Да, у нас получается ассоциация органического земледелия, то есть вот, которая такая главная. И мы изначально уже сразу сертифицировались, мы сделали свой собственный пруд. У нас там и сазаны уже, и караси плавают, также лошади, большой питомник. Сейчас планируем уже глэмпинг. Глэмпинг, да? Глэмпинг, да? Глэмпинг, да. У нас там очень красиво. Агротуризм. То есть у вас здесь будет? Да. А сыры буду я варить. Можно говорить. Да. Да. Сюда тогда, Люция, поближе. Там ресторан будет. Сыры буду я варить. Короче, ребят, смотрите, с какими я классными девчонками стою. Я остаюсь в Татарстане, глэмпинг есть, жиде есть, малина есть, земляника есть, молоко есть. Абурата будет, моцарелы все будет. Ай, красота. Так, еще раз. Про единственный в Татарстане этот самый Дергрюнерпункт, это вот у немцев называлась такая штука, по-моему, да? Про органик сертификат. Ну, единственное, да, то есть мы пока что в Татарстане единственные, кто получил именно на ягоду. То есть были попытки и у других фермеров, но у нас и пробы, получается, снимают, может быть, знаете, с конвертиком. Это европейская или российская? Российская, да? Да, пока что российская, но пробы у нас ежегодно. То есть берут воду в пруду, берут землю всю по периметру, то есть приезжают всю физу. Не так, что за месяц мы предупреждаем вас, что мы приедем, нет, то есть это все приезжают, берут пробы, то есть анализы. Иногда мы можем попросить, чтобы какие-то дополнительные внести для себя, то есть там витамины посмотреть можно, еще что-то, чтобы тоже понимать, что и в ней внутри содержится. И ягода на самом деле еще один главный пункт, что многие считают, что клубника и голубика это аллергическая ягода. На самом деле это вот как раз, когда химическое вещество попадает в эти две ягоды, это две ягоды, которые не фильтруют. То есть они накапливают, и аллергия как раз получается на вот это химическое образование самой ягоды, активного вещества и вот этой химии, но не на самой ягоды. Поэтому у нас клиенты, у тех, у кого дети аллергики, у кого семьи аллергики, они вот как раз ящиками именно всю зиму затариваются. И еще и приводят других людей, рекламируют то, что... Расскажи про свой магазин, питание, своё правильное питание. Ну и в магазине еще инстрициолог. Это кто? Это специалист, который помогает людям здорового образа жизни вести, быть веселыми, бодрыми, питаться правильными продуктами. И вот в своем уже городе Челна, то есть чуть подальше от Мамадыша, я занимаюсь органическими продуктами, то есть привожу в город единственное кто, то есть разных фермеров, то есть не только свои ягоды. Сейчас кто знал сок яблочный, кто тоже делает только из яблок, без сахара, поля неудобрены. И вот у меня вот такая вот миссия, чтобы людям приводить именно качественно, ни эко, ни натуральное, деревенское, а именно органического качества. Супер! Ребят, я оставлю обязательно все контакты. Это у нас такой некий роель в кустах, совершенно неожиданный для нас самих, да, пикничок образовался. Так, ну и же не только ягоды, насколько я понимаю, у нас там еще что-то стоит? Да, у нас стоит вино домашнее, и малина, и клубника. Урожай 2020 год. О, урожай 2020 год, два года урожай. Вода родниковая, в прохладе хранился, и мы его сейчас тоже на реализацию, потому что сначала просто его сделали, а потом подумали, спрос пошел, людям понравилось, почему бы и не на продажу его сделать. Вот так вот, друзья мои, совершенно нежданно-негаданно мы еще и узнали про эко-кумнику, эко-землянику садовую, эко-хозяйство, которое получило органический сертификат. Я думаю, что в следующее наше посещение Татарстана мы обязательно приедем в гости, уже и в глэмпинге отдохнем, да, договорились? Релакс, покушай, вкусно. Да, через год что у вас будет уже? Завод, надеюсь. Через год будет завод, да? Ой, надеюсь, да. Мы приедем с фермерской проверкой. Да. Спасибо большущее, ребята, вы большие молодцы, очень приятно было с вами познакомиться, и очень неожиданно. Ну, вы же еще наши подписчики, давайте вот про это несколько слов. Я вообще хотела поблагодарить, я даже не думала, я никогда не могла подумать, что вот в нашем таком татарском захолустье, захолустье может приехать фермеру. Я хочу выразить вам огромную благодарность за ваш труд. Я вот, вот мы вот ведем свой бизнес, смотря на ваши ролики, да. Мы очень много информации оттуда пожинаем, да, где, как ролик выйдет, я все мужик. Вот, посмотри, вот здесь вот так делать, посмотри, так делать, посмотри, люди, как работают. Это все только благодаря вам, поэтому огромная вам благодарность, низкий вам поклон от всех вот таких фермеров, как мы. Я уверена, по всей России таких немало, которые болеют за свое дело всей душой, и все очень благодарны вам. Все вот, вот сейчас даже вся группа моя фермерская, которая вот сейчас сидит в WhatsApp и видит ваши фотографии, очень рада за меня, что ко мне приехал к фермеру. Вот так вот, друзья мои, занимайтесь сельским хозяйством, смотрите наши видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за нашими новыми выпусками, а мы двигаемся дальше, уже у нас на самом деле солнце садится. Фермер РУ работает прямо с рассвета до заката, как в известном фильме Тарантино. Пока-пока-пока. Друзья мои, а еще у нас есть фермерский форум в Телеграм по этой ссылке, где вы можете пообщаться с другими фермерами. Также не забывайте про наш форум на портале Фермер РУ, а здесь и здесь вы можете посмотреть другие наши видео. Продолжение следует...